Рэй Далио прогнозирует в своей новой книге «Коллапс доллара и новый мировой порядок». Перед вами индекс ВИКС. Он известен еще как индекс страха на фондовом рынке, потому что он измеряет его волатильность. На графике также присутствует индекс доллара, и мы видим, что если ВИКС растет, то и индекс доллара тоже. Но так было в июне, сейчас этот индекс падает, точно так же, как и доллар. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Какими же взрывными были вчерашние движения на рынках криптовалюты и драгоценных металлов? А доллар тем временем переживает один из худших периодов за последние 10 лет. Доходности казначейств снизились до новых минимумов, пишет CNBC. И это действительно так, я проверил, доходы 10-летних казначейств упали, доходы 30-летних тоже. Это результат ожиданий инфляции доллара, которая приведет к еще более хаотичным движениям в ближайшие месяцы. Это результат финансовых спасительных мер, нулевых процентных ставок, займов по программам коронавирусной помощи и так далее. В результате всего, что Федеральная резервная система и Центральные банки по всему миру делали, приходит инфляция валюты, которая может привести к коллапсу этой валюты. Что означает, что ценность ваших валютных накоплений быстро падает. Многие страны мира сегодня живут в состоянии гиперинфляции, и я верю, что она наступает в том числе и в США. Wall Street Journal пишет, доллар переживает худший месяц за почти 10 лет. Но то, что они не скажут вам, скажу я. Они объясняют это тем, что это последствия вируса. Нет, это результат создавания денег из воздуха для спасительных финансовых мер. О чем-то похожем я предупреждаю уже почти три года. Они монетизируют долги, поэтому люди, как держатели валюты, очень сильно страдают. Но с другой стороны, именно поэтому цены на золото так взрываются. Именно поэтому и биткоин начинает стрелять. Люди понимают, что им нужно защитить свои сбережения. Золото только что достигло нового исторического пика. Биткоин пробил 10 тысяч и щупает 11, и это только начало. Золото почти 2000 долларов. Оно будет и 5000 долларов. С ослабеванием и коллапсом доллара цены на золото, серебро, биткоин и другие активы тихой гавани будут продолжать взрываться. Серебро выросло на более чем 100% после обвала в марте. Биткоин на пике дал 127% роста. Я купил и то, и то 3-4 месяца назад. Кстати, если хотите узнать, как покупать серебро, физическое серебро, поставьте лайк. Давайте наберем 3000 лайков, и я сниму ролик об этом. Почему же все это происходит? Почему мы видели такие эпические движения? Все потому, что доллар теряет свою ценность в пользу всех активов, которые не находятся в группе всего этого центробанковского скама с печатным станком в центре. Таких, как, например, золото. Золото – это ценный актив, который живет уже тысячи лет с библейских времен. Это средство сбережения, надежность которого подтвердила история. Многие криптовалюты же и некоторые из тех, которые я держу, приносят дивиденды, стейкинг, проценты и пассивный доход. В этой статье о достижении золота исторического пика Вивек Тхар из австралийского банка объясняет причины. Он говорит, что падение десятилетней реальной доходности в США стало важнейшим фактором среди других, таких как ослабевание доллара и инфляция, что и повлияло на повышение спроса на активе тихой гавани – золото, серебро и биткоин. Именно поэтому я столько лет подряд говорю, что нужно покупать биткоин, если есть такая возможность, хотя бы на 50 долларов в месяц. Как купить биткоин? У меня есть видео, как это сделать с помощью моего собственного сервиса. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Используйте эту инструкцию и накапливайте биткоин на небольшие суммы каждый месяц. Потому что, ребята, фиатные валюты рождаются и умирают, и даже доллар сейчас находится в худшем месяце за последние 10 лет. Это цитата журнала Wall Street. Финансовые спасительные печатные меры только ухудшают ситуацию. Возвращаясь к новостям, Google объявил, что оставит сотрудников дома еще на один год, до следующего лета 2021 года. Сейчас я вставлю отрывок из речи Кристофера Грина, американца, который высказался по ситуации в его стране. Я считаю, что это очень эмоциональный монолог, который имеет право быть вами услышанным. Поэтому я не буду его озвучивать. Возможно, сделаю субтитры. Это просто хаппи ток. Это хопиум. Просто как у них большие гианты, если это Facebook, Twitter, или Google, и они виноватся, не будут вставить их прибыли до этого года до 2021 года. Мы говорим о многих летом, рекордом область, миллионов людей в эвакции. Вы знаете, кто-то asked мне yesterday, Кристофер, почему? Почему эти миллионеры помогут эти маленькие люди? Ну, потому что они, они, которые уйдут люди, которые уйдут люди. Мал- и медиум-сизированные бизнесы не решили, чтобы закрыть, чтобы закрыть. У.С. Государственное, сказали, что они закрыли, потому что они называют нон-эссенциал. И теперь есть миллион людей на улице. Это самый большой, и в моем мнении, огромный трансфер, что я буду говорить о 12 лет, что в мире, что в мире, в мире, в истории. Потому что когда доллар падает, и когда это падает, как это сейчас, так сильно лист, это sends gold prices soaring. Вот она у нас из-за урока. Это у нас из-за урока. Это у нас зажигается от коррекцией. Это урока, который мы думаем, что заинцов èмик. Даже если у нас из-за самой войны и центральной банки, which operate as an independent, private entity, это неприятно из-за ничего и октаж tela, И опять-за ничего. Если вы можете принтилить триллинер и триллинеры долларов, Безусcüки просто при-преки-бутон, и реализование, то как получиться against большинства. И это не так. И это не могло. И это почему-то и не нужны т. Рэй Далио, американский миллиардер, прогнозирует коллапс доллара и установление нового мирового порядка. Он пишет об этом в своей книге исследования «Меняющийся мировой порядок». Он опубликовал к ознакомлению четыре главы, а саму книгу можно предзаказать на Амазоне. В этом видео я очень кратко и сжато объясню вам основные моменты из этой книги, которые вам нужно обязательно знать. Его исследование охватывает цикл 500 лет и немного пересекается с моим. Но мой труд уходит еще дальше в прошлое, начинается третьим веком, кризисом распадающейся Римской империи. Кстати говоря, вы можете предзаказать и мою книгу, в которой найдете много интересной информации не только о криптовалютах, но и о других активах, товарах и металлах, начиная от золота и заканчивая продуктами питания. В своей книге я четко указал, что я буду делать, как я это буду делать и зачем я это буду делать. Я расписал конкретно, когда и какие активы стоит покупать и показал, как это сделать. Книга несет информацию, которую я профильтровал и очистил от мусора, и за которую я заплатил более 20 тысяч долларов. Осталось 6 дней, на протяжении которых вы можете предзаказать ее со скидкой в 50%. Ссылка в описании. Итак, Рэй Далио назвал кэш мусором и посоветовал вкладывать в активы, а не хранить наличные. По его мнению, необходимое печатание денег и сохранение низких ставок приведут к сильному ослабеванию доллара. Почему же он так сказал? Потому что кэш уже успел потерять огромную часть своей ценности. Это видно на этой инфографике. Как мы видим, с 1913 года доллар потерял 97% своей стоимости. Что говорит Рэй? Он не предрекает какой-то крах или падение. То, что он ожидает, он называет не иначе, как коллапс. В предисловии к своей книге Рэй пишет о судьбе каждой фиатной валюты, которая играла доминирующую роль до появления доллара США. Все резервные валюты в прошлом перестали быть резервными, что приводило к травмирующим последствиям для стран, которые этими валютами владели. Поэтому я начал задаваться вопросом, а когда и почему доллар начнет падать, как мировая резервная валюта? И как это повлияет на мир? Как это изменит мир? Каким мы его знаем? В главе номер один Далио показал график четырех империй и показал, что было с их валютами. Как вы видите, Рэй прогнозирует, что именно Китай станет следующей державой, чья валюта станет мировой резервной. На этом графике Рэй показал различные ветви индустрии – образование, торговля, инновации, армия, финансы и резервный статус валюты. Как видно, сначала начинают падать абсолютно все ветви, а последний падает – резервный статус валюты. Как вы, наверное, помните, Рэй сравнивал происходящее в 2020-х с 1930-ми. Он подытоживает, что период разрушения и реструктуризации с 1930-го по 1945-й годы привел к созданию нового мирового порядка и управления, в которой доминируют американцы. Он также добавил, что циклы повторяются, и мы уже в начале повторения такого цикла. В главе номер два Рэй рассказал о том, какими бывают долгосрочные денежные циклы. Я не буду перечислять их все, это не тема этого видео, скажу только, что заканчивается это все коллапсом фиатных денег и возвращением к тому, что называется твердой валютой. Это, например, золото. В главе номер три он подтвердил, что самым простым способом выйти из долгового кризиса является печатание денег. Сейчас это и происходит. Подытоживает эту главу словами – все валюты либо обесценились, либо умерли. Из около 750 валют, которые существовали с 1700-х годов, осталось около 20%, и из них абсолютно все сильно обесценились. На этом графике мы видим, как последние три валюты, две из которых носили, а одна из которых носит статус резервной валюты, вели и ведут себя по отношению к золоту. Очевидно, сейчас мы ждем новую резервную валюту, которая окажется сильнее всех предыдущих, и что-то мне подсказывает, что она будет цифровой, и возможно, судя по последним событиям ФРС США и Джуди Шелтон, это будет что-то, что не обойдется без рипоу. В главе номер 4 я нашел этот график, который дает нам четкое понимание, в каком именно моменте мы находимся в долгосрочном денежном цикле. Начинается он с созданием нового порядка, что и произошло после Второй мировой войны. Затем следует процветание и плодотворный рост, раздувание пузыря и расширение пропасти между богатыми и бедными, затем лопание пузыря и падение экономики, печатание денег и кредиты, революции и войны, реструктуризация политики и долга, и, наконец, создание нового мирового порядка. Рэй Далио говорит, что до конца этого цикла осталось от двух до пяти лет, то есть уже в 2022 или 2025 мир изменится до неузнаваемости. Но это не значит, что надо просто ждать. Китай, к примеру, готовится использовать свою цифровую валюту, чтобы соревноваться с долларом. Кстати, в одном из своих недавних видео я показал документ, в котором описан план Китая, как превратиться в новую столицу мира и, собственно, заместить доллар США. Ссылку на ролик оставлю в описании, если вы его не видели, обязательно посмотрите. Как подготовиться ко всему прямо сейчас? Как нивелировать валютные риски? Как быть готовыми? Я дам несколько кратких советов. Первый. Диверсификация. Не храните наличные деньги только лишь в одной валюте. Второй совет. Иностранная валюта. Вы удивитесь, но иногда лучше хранить деньги в валюте какой-нибудь страны поменьше, но стабильнее, чем большой, но хаотичный, с огромными долгами и кредитами. Сейчас это особенно актуально. Например, это может быть Сингапур. Почему? Потому что открыть счет или создать компанию там достаточно легко. Третий совет. Это хеджирование рисков против доллара. Проще говоря, инвестировать в активы. Это может быть золото, серебро, биткоин или любой другой актив, который растет с падением доллара. Четвертый совет. Ищите активы, которые будут генерировать вам кэш. Это то, что называется Acquisition Asset. Это когда вы покупаете активы компании, а не ее акции. И пятый, последний совет. Постройте себе в конце концов теплицу и выращивайте там картофель и помидоры. Без шуток. У меня, например, такая есть. Точно не пропадете. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok